здравствуйте ребята сегодня мы говорим о союзе вы узнаете о признаках союза как служебной части речи на какие разряды по строению и значению делятся союзы а также познакомитесь с ролью союзов в предложении обратите внимание на условные обозначения при выполнении заданий следует поставить видео на паузу проверить правильность выполнения вы можете по ключу михаил васильевич ломоносов называл союзы средствами которыми соединяются идеи и сравнивал их с гвоздями или клеем в современном русском языке около 250 союзов название этой служебной части речи появилась еще в семнадцатом веке когда-то в этом слове выделялись приставка и корень однако основа слова союз в настоящее время на морфемы не членится в девятнадцатом веке владимир иванович даль составитель толкового словаря живого великорусского языка определил значение слова союз так взаимные кузы связь скрепа соединение смык сцепление части речи частично связующие слова давайте обратимся к учебнику используя материал упражнения 416 и информацию на странице 199 заполните таблицу в которой сравните предлоги и союзы обратите внимание на вопросы для сравнения служебной или самостоятельной частью речи является союз и предлог являются ли они самостоятельным членом предложения выражают ли смысловые отношения и что связывают давайте проверим что у вас получилось вы видите что у предлогов и союзов есть общие признаки и предлог и союз являются служебной частью речи самостоятельным членом предложения не являются предлог может входить состав члена предложения а вот союз членом предложения не будет и предлоги и союзы выражают различные смысловые отношения а вот функция предлогов и союзов различны предлоги связывают главное и зависимое слово в словосочетании союзы могут связывать однородные члены предложения части сложного предложения или предложения в тексте пользуясь информации учебника на странице 199 заполните визитную карточку союза выполняя задание поставьте видео на паузу давайте озвучим визитную карточку союза союз это служебная часть речи которая служит средством соединения однородных членов предложения частей сложного предложения или предложений в тексте по строению союза бывают простыми то есть состоят из одного слова и составными то есть включают в свой состав несколько слов по значению союзы делятся на сочинительные и подчинительные более подробно мы остановимся на них чуть позже как вы думаете какой союз в современном русском языке является наиболее употребительным конечно это союз и я вам предлагаю несколько фактов об этом удивительном слове это один из самых древних союзов русского языка за тысячелетия он не изменил не только своего значения но и своего звучания союз и может связывать как однородные члены предложения так и части сложно сочиненного предложения продолжите предложение учитывая знаки препинания обратите внимание на функцию союза и в данных предложениях вы уже знаете что по значению союза бывают сочинительными и подчинительными изучите материалы упражнений 417 421 ответьте на вопросы что связывают эти союзы на какие разряды они делятся и продолжите схему выполняя это задание поставьте видео на паузу ваша схема может быть приблизительно такой сочинительные союзы служат для связи однородных членов предложения и равноправных по смыслу частей в составе сложного предложения такие предложения называются сложно сочиненными к сочинительным союзам относят соединительные, противительные, разделительные и пояснительные подчинительные союзы служат для связи частей сложного предложения одна из которых зависит от другой Это значит, что от одной части можно задать вопрос в другой. Такие предложения называются сложно подчиненными. Разряды подчинительных союзов следующие. Изъяснительные, временные, причинные, условные, целевые, уступительные и сравнительные. Давайте потренируемся в определении разрядов союзов по значению. Распределите предложение по колонкам, записывая его номер и союз, который употребляется в том или ином предложении. Определите разряд союзов по составу. Укажите, что связывает союз. Выполняя задание, поставьте видео на паузу. Проверьте себя по ключу. В первом предложении союз и связывает однородные сказумные. Во втором предложении союз когда служит для соединения частей сложно подчиненного предложения. В третьем предложении союз не только, но и связывает однородные подлежащие. В четвертом предложении союз будто связывает части сложно подчиненного предложения. В пятом предложении союз не то-не то связывает однородные подлежащие. В шестом предложении союз так-как является средством соединения частей сложно подчиненного предложения. В седьмом предложении союз А соединяет части сложно сочиненного предложения. Зачастую при употреблении союза не только, но и, состоящего из двух частей, возникают трудности. Например, в предложении художник не только изобразил парк, но и играющих детей, закралась ошибка. Какая? Основное правило, касающееся данного союза, заключается в следующем. Обе части союза должны стоять перед одними и теми же однородными членами предложения. Правильным вариантом будет следующее предложение. Художник изобразил не только парк, но и играющих детей. Обратите внимание, что запятая в конструкции с союзом не только, но и, ставится только перед второй его частью. Давайте обобщим те сведения, которые вы сегодня узнали. Дополните предложения, которые вам предлагаются. Выполняя задание, поставьте видео на паузу. Сегодня вы познакомились с союзом как служебной частью речи. Узнали, что союз является средством соединения однородных членов, частей сложного предложения, а также предложений в тексте. Союзы, состоящие из одного слова, называются простыми, из нескольких слов – составными. По значению союзы бывают сочинительными и подчинительными. Чтобы закрепить изученный материал, выполните упражнение 422. При затруднении обращайтесь к материалам в виде презентации или к учебнику. Продолжение следует...